Физкульт-привет, друзья и ученики! Спасибо, что смотрите нас. Я снова приехал в гости в университет Кайзер-юниверсити к Стефану. И прошу Стефана отвечать на ваши вопросы. Пока Стефан добрый, имеет время, мы делаем это специально для вас. Не забывайте делиться данными роликами в своих соцсетях. И если у вас есть какие-то актуальные, интересные темы или вопросы, пишите их в комментариях. Сегодня отвечаем на следующий вопрос. Можно поподробнее узнать про контрастные упражнения. На самом деле, мне самому интересно, что такое контрастные упражнения. Грубо говоря, присел пять раз со штангой, 70-80% от максимума, и сразу пошли запрыгивания на тумбу. Парня интересует в контексте увеличения именно прыжка. Правильно ли он понимает? Или есть какие-то особенности? Все. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую. Если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные. Но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас, каналу. Очень хороший вопрос. Меня очень интересует. Метод контраст. Это означает, идет от тяжелой к легкой. Поэтому контраст. Чередуешь, да? Да. И как это все это сделать? Это, в принципе, мы могли сделать для всех групп умышлений. Это обычное дело для соревновательной силы. Это кто впервые это придумал? Это русский ученый Юрий Верховшанский. Он много там сделал. И там, если вы ни разу не читали, там хорошие книги найдут. В библиотеке, наверное. Я не знаю, если еще новые продаются. Как называется? Должна быть. А есть разные, разные. Просто посмотреть. Юрий Верховшанский. И там все это будет смотреть. Очень известный русский ученый. Тяжелая атлетика, да? От него. И он плеометрическое все это создал. И там от контраст, как сделать? Я все время это так прикладывал на свои ученики. Там ибо и без права. Ты использовал это? Использовал. Да, да, да. Контраст и метод это очень полезно. Именно для соревновательной силы. Самое главное. Не делай это целый год. Если делать целый год, это очень тяжело для сухожилия. И можно травмироваться. Люди иногда питаются это. Я не рекомендую больше 6 недель. Если ты читаешь там Верховшанский, он так сделал блок периодизации. Он был в блок. И, например, следующее видео сделаем попозже по периодизации. Но, в принципе, есть блок силовая. Есть блок всервяная сила. Если сделать силовая, даже перед всервяная сила. И примерно могли работать 6 недель. Сделать маленький переходный микроцикл. И потом сделать уже блок на всервяная сила. А контраст можно сделать, допустим, приседал 5 раз. Вес должен быть достаточно большой. А можно сделать не сразу же впрыгивание, а 15 секунд. Лучше отдохнуть между, да? Чуть-чуть, немного, чуть-чуть. Почему? Потому что есть возбуждение центральной дневной системы. Потому что было очень тяжелое. Ааа, ты сделал. А теперь сделает легкий, тот же самый мышец. И тогда помогает для взрывной силы. Поэтому это, в принципе, можно сделать для всех упражнений. Сначала должен быть тяжелый. Не больше 5 повторений. Чтобы уже усталость не было. И потом уже примерно 5 повторений с максимальной скоростью. Это хороший способ. То же самое, к примеру, можно сделать жим лежа, а потом отжимания с хлопками. Да, и либо толкать мяч. Толкать мяч. Мне больше нравится. Это для боксера тоже можно. Например, сделать жим лежа, 5 раз, тяжелый, а потом толкать мяч один руками только. Чтобы положить на удар. Понятно. Ну, спасибо за хороший ответ. Я думаю, нам всем стало понятно, что такое контрастные упражнения, как их использовать. Спасибо. Пишите, друзья, в комментариях. Ставьте лайки и делитесь этим видео в своих соцсетях. Всем пока. Давай. Трицепса. Друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо, что присылаете ваши вопросы. Это очень и очень важно. На многие я снимаю вот такие видео обзоры. И нам все отвечают в комментариях, если это адекватные вопросы. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях. Ставить лайк или дизлайк. Обязательно написать комментарий. Все это помогает. И это лучшая благодарность от вас и мне, и каналу. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массой и силой. Без травы.